приветствую вас на канале походный оптимист меня зовут дима и сейчас я проснулся своей землянки у реки так в общем пришел я сюда вчера в прошлой серии вы могли видеть про то как я по дороге нашел интересную разрушенную землянку и очугу которую решил восстановить потом попробовал сделать полу прорубь с помощью двуручной пилы у меня это с трудом на получилось потом я напилил досок для работы зажарил на углях отличного кролика поужинал искупался в проруби и лег спать сегодня в планах более рабочий день сегодня нужно сделать дверцу для ведра на мойке сегодня нужно доделать крышу поставить фотоловушку сходить в заливчик и начать пробовать делать площадку перед землянкой а тут бугор грязь нужно тоже с этим что-то делать не знаю насколько у меня получится сейчас все это дело делать пока земля замерзшая но хотя бы верхний слой чуть-чуть можно уже будет как-то сгрести и ну засыпать опилкой поспал я неплохо самочувствие отличное я даже пока не голодный вчера корольчатина зашла очень хорошо думаю что попью чай просто и примемся за работу ну а на обед доедим кролика на ужин у меня кое-что интересное приготовление очень необычные по крайней мере для меня ботинки я подвешивал к потолку чтобы они просохли потому что вчера пока я делал прорубь они конечно вымокли конкретно вроде сухие так надо сразу убирать постель сейчас потому что здесь будут проходить ремонт буду пилить и рубить щепки будут лететь потом на наш спальник достану опять или он туда свернул галочку и воды давать еще принесем погода то какая прямо май месяц сейчас на улице тепло но ночью был минус потому что снег замерз и прямо нас держит вчера нас не держал совсем видите я вчера шел свободный если такое солнце и будет весь день а все к этому идет то нужно будет искупаться сегодня самое как раз самое удовольствие когда можно вывести и на солнышке по загорать это постоять когда ветра нет да опять замерзла что так основательно вот Абсолютный штиль Так Ну в общем В планах вот этот вот бугор Вот этот вот Весь туда вперед Скидать его Чтобы здесь была ровная площадка То есть здесь стало ниже, там станет выше Хотя бы несколько метров квадратных Чтобы здесь была площадка А тут бугор постоянно очень дискомфортно ходить А сейчас когда грязь Это вообще проблемно Я вчера вам коры накидал уже Чтобы уже не было Чуть-чуть хотя бы О, отлично, смотрите О, как я всю зиму мечтал его убрать Но земля была как камень Опа Вот хотя бы вот так Надо выровняться пока буду ходить А здесь сделать ступеньку Пока конечно лед не растает Окончательно площадку не сделаешь Потому что под землей лед Он просядет еще Но Хотя бы сейчас будет удобнее ходить Кусочки коры можно положить Вот так вот Вот А здесь сейчас все будем засыпать Опилками Дальше 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 попилка всякая будет приятнее ходить чем по грязи хотя бы такая площадка пока понятное дело что вокруг грязю к и на какой красоте думать не приходится но по крайней мере я не буду тащить тащить грязь внутрь и не буду подскальзываться здесь не получается ступенька и потом ровная площадка жарко даже свитер на улице работать не знаю сколько градусов надо сейчас померить на улице давайте приступать сейчас за мойку вот такие доты у меня вчера получились вот эти вот хорошие они как раз пойдут на мойку но вот эти вот горбыли они пойдут на крышу два горбыля пойдемте померим кстати я на доске посмотрел у меня появилась идея а почему бы нам не сделать деревянную веранду по площадку перед землянкой сделать деревянную допустим решетчатую такую более-менее для того чтобы вода грязь и спокойно проходила в щелки но при этом не было грязи на ней ноги не мокли можно было какие-то вещи предметы ставить отличная идея кстати вот я думаю что на летом стены там не нужны все не сами делать не стоит а вот сделать полы и крышу доделать сейчас это будет сама то выйти посидеть спокойно там вещи поставить дрова я думаю мы в другом месте будем хранить в общем сейчас прибиваем снизу вот здесь две доски потом выпиливаем вот здесь отверстия так чтобы вот эти доски были одного размера мне проще их выпилить уже на месте соединяем их вешаем на петли это и будет дверцы фактически она не будет отличаться от родных бревен параллельно которым будет идти надо подровнять до верхняя доска кривая открутим и в общем я решил подровнять доски прямо вместе с друг с другом положил их друг на друга закрепил их к пеньку и сейчас пройдусь пилой сделаю пропил и он должен быть одинаковый чтобы две доски друг другу подошли а то как раз самая большая проблема работы с этими досками что они не обрезные и очень тяжело их подогнать друг другу оставлять громадные щели тоже не охота там если она где-то чуть-чуть еще ладно как эта доска совсем кривая уж лучше когда сделать из нее обрезную да для первого раза корявенько можно попробовать пройтись еще рубаночка ну вот так намного лучше обрезная доска получилось смотрите красная прикольно но сейчас они подходят друг другу более-менее уже и не особо потеряли в толщине я думаю мне хватит такого размера на солнышке прямо лето я сижу в майке не то что не холодно я бы даже сказал что не припекает птички поют со всех сторон класс надо теперь делать здесь летнюю кухню раз представляете какие деньги начнутся что сидеть там в землянке что землянка это так теперь хранить вещи ночевать ну от непогоды укрыться я думаю что весь день нужно будет проводить здесь делать здесь стол лавочку навес какой-то сооружать но навес я думаю что лучше делать такое что я пришел повесил чтобы он не привлекал внимание и стол с лавочкой лучше тоже сделать переносные чтобы я мог тоже все это дело прятать с берега не было видно почему я прячу дело в том не хочу я прятать потому что на лодках очень много будет людей которые очень далеки от культуры туризма от культуры вообще отдыха на чужих местах и вообще принципе поведение в природе по такому критерию как загажены все берега можно определить то что таких людей большинство преобладающее количество и я не хотел бы чтобы какая-нибудь шумная компания проплывая на лодке увидела столик таки его давайте здесь затусим и со всеми вытекающими ну а турист тут хоть это звериная тропа идет вдоль берега я думаю что по ней иногда и туристы могут ходить но очень редко конечно за тот год не было никого может кто-то пойдет а если кто-то наткнется именно пешком здесь например турист то я уверен то что все останется первозданном виде а может быть даже еще и лучше потому что те кто часто имеют опыт посещения таких мест ну и вообще часто находится на природе понимают как важно беречь окружающую среду в том числе и вот такие вот памятники туристической архитектуры слушайте мне так нравится как получилось но конечно так оставлять нельзя доступ туда нужен по-любому поэтому дверцу делаем несмотря ни на что вот я хочу вот так вот выпилить сейчас померяем как что дверцу под ведро что ведро проходила ровненько ух не дышал все это время нельзя дышать угарный газ идет из пилы теперь будем ждать минут 20-30 пока проветрится смотрите дым какой валит пока там проветривается сделаем дверцу вот эта задняя сторона всех досок это вот тонкая доска я хочу скрутить так сейчас мы и отпилим вот так саморезами сейчас кручу будет нормально ну вот дверца готова такая вот брутальная дверь получилось здесь я взял защелку это валялась она за счет укрытия сострич пленки и не могу найти для нее на держалку но ее нужно сделать будет обязательно он не болталась но не к спеху поэтому пока пусть так а следующий раз я ее привезу их мы сделаем что дверь закрывалась плотно классная получилось для оригинальная такая дизайн такой необычный вроде все криво косо мне нравится как смотрится наверно уберем пока эту штуку пока ее закрывать некуда все равно и ну вот сейчас прикрутим будет и ручка брутальная ну вот длинный правда саморез но других нет все всегда из подручных средств получается отлично он открытая держится и закрыта я доволен пора обедать там внизу можно еще сделать полочки слева и справа всякие хозяйственные принадлежности убирать обедать буду на улице пока такие солнечные деньки не хочется там сидеть под земель и так у меня осталось еще со вчерашнего дня очень много запеченного на углях кролика на вертеле делали сейчас бы к нему соус какой-нибудь чесночный но к сожалению нет он так очень вкусный приятного аппетита всем надо его доедать на ужин будет другое блюдо итак что я решил делать крышей дело в том что эти вот торчат лаги они торчат не по размеру а просто такие такого размера какого были при строительстве я их оставил бы мы потом разберемся делать тут 7 не делать любом случае с лисе не делать они будут небольшие где-то вот так поверх и получается то что все равно у них лишняя длина и крыша до конца не собрана то есть не хватает у нас жердей сверху чтобы сделать навес сейчас мы это дело поправим все сделаем навес лишнее отпилим и я думаю что вид будет уже более-менее какой-то приближаться по крайней мере к законченному понятное дело что вокруг грязюка и пока все не то законченный вид будет тогда когда здесь будут деревянные полы мы закидаем землянку еще большим количеством земли а крышу я хочу закрыть полностью мхом так же как я сделал в землянке в лесу надо будет столько поискать его здесь особо мне не попадался но ничего страшного я думаю что мы этот вопрос решим я вчера еще два горбыля спилил для этого дела тяжелую сторону лучше вниз вот так вот так Продолжение следует... Вот так. Ну да, ему получается, что здесь притык, все как положено. А с этой стороны не хватает одной доски. Но она у меня тоже уже готова. Вот так. Так, щели потом закроются мхом, ковром прям все это застелим и будет нормально. Если тут иногда будет что-то капать, не так уж и страшно. Так, ну и вот смотрите, здесь притык получается сверху, а здесь лишние торчат куски. Они еще и небезопасны, вечно выходишь и... Я уже навовчился. Уворачиваться, вышел, увернулся, вышел, увернулся. И с той стороны точно так же. Сейчас мы их спиливаем. И можно ставить галочку. Ну вот. Другое дело. Несмотря на опилки, грязюка все равно, конечно, страшная. Но... Че подделаешься? Ладно уж. Как все подсохнет, нужно будет обязательно устроить здесь в субботник. Собрать после того, как все подсохнет кору всякую. Вот у меня тут остатки кирпичей лежит. Какая-то картошка обрезанная. Это мы, наверное, тут подкармливали. Животину, чтобы она попалась на фотоловушку. Нужно будет все это как следует вычистить, убрать. И облагородить. Мне зрители подсказывают еще сделать здесь какие-то насаждения дополнительные. Ну, говорят, так меньше будет видно ее с реки. Я как бы, естественно, понимаю то, что так будет меньше ее видно. Но смогу ли я саженцы сюда? Тут, видите, глина. Что вот можно сюда привезти, посадить, чтобы оно прижилось. Ну и дало листья. Напишите, кто знает. Я не ботаник. Ну, в растениях вообще не разбираюсь, как их растить. А так было бы, да, хорошо. Можно было бы здесь прям полянку усадить полностью какими-нибудь саженцами. Здесь, везде. Может быть, полезным какими-нибудь. Может, какие-нибудь яблоньки посадить, дикие вишню какую-нибудь. Чтобы за кустами здесь было все. В общем, надо подумать. Я не знаю, тут прям сантиметров, может, 10-15 почва идет. И все сразу потом начинается глина. Идем купаться. Как раз в разгар дня 2 часа. Ветерок только поднялся. Но солнышко. Солнышко нормально светит. Зимнее купание. Возможно, это один из последних раз уже в этом сезоне. Среди льдин. Ох, на солнечке поприятнее, конечно. Чем это вчера делать? Позагорать можно чуть-чуть. Зато я не болею никогда после своих зимних походов. Представляете, сколько раз я ночевал во всяких неблагоприятных местах за зиму. И не болею. Ну, уже нет такого драйва, как зимой, конечно. Зимой вылазишь. Мороз, ветер. Как раз самый холод не внутри, а когда вылазишь. А сейчас влазишь в солнышко. Вполне приемлемо. Так, надо чайку горячего попить на всякий случай. И пойдем гулять. Так, с фотоловушкой. Батарейки я поменял. Сейчас батарея полное время настроил. Классно, кстати, я раньше не знал. Ну, когда покупал ее, что она показывает еще температуру воздуха. Вот чуть подержали, вот 22 градуса. У меня в землянке. К 71 по Фаренгейту. Все, выключаем ее. Сейчас чаек попьем и пойдем гулять. И ставить ее. Вещи я все оставлю, как есть. Я думаю, что за час вряд ли кто-то сюда придет и все у меня украдет. Пускай все будет как есть. Рюкзак не беру. Повесил себе на ремень потоловушку. Сзади дрон болтается. Он компактный. Так что, вперед. Дятел. Солнце глаза слепит. Пойду вдоль берега. Сейчас немножко от него только надо отойти, чтобы по сугробам не идти. В заливе, кстати, может быть, лед уже не такой, как на реке. Надо быть осторожным. Завтра утром я возвращаюсь домой. Я думаю, что за ночь подморозит, я нормально дойду. Прямо рано-рано утром выйду. А больше я сюда не рискну идти на льду. Все. Ждем. Пока растает снег. И я пойду через лес в следующий раз. Далеко, но куда деваться. А когда сойдет лед, уже можно будет на лодке плавать. Аккуратненько надо здесь идти. Давайте вперед пустим дрон. Летом в этом протоке, мне кажется, будет просто потрясающая рыбалка. На удочку просто посидеть, половить. Сейчас, кстати, я не вижу ничьих следов. Так. Он шумный такой дрон. Он может сейчас пусть спугнуть сразу животное какое-нибудь. Так. Обалденно дроном разведку везти. Так. Давайте обратно вернемся. Там опасно. Если вдруг батарейка сядет такой чаще, дрон не сможет вернуться назад сам. Нужно же ветки облетать всякие. Опа, ветка. Возвращаемся. Ну вот, можно сказать, вполне удачно. Не, не пойду я туда. Слишком много воды. Смотрите. Там может быть еще хуже. Ладно, пойдемте поставим ловушку где-нибудь рядом с землянкой. Зато прогулялись. Какая все-таки красота вокруг, а? Вот каждый раз уже не устану повторять, что несмотря на то, что место очень сложное для строительства, да? Глина, деревьев нетрованных. Все равно мы это решили, да? Проблему. И ямку выровняли под землянку. И построили все. В конце концов доски напилили. Доски, что-то, они все равно ровнее. Вон Пашок предлагает делать баню из бруса самодельного. Ну, бревна. То есть, получается, по контуру обрезать с трех сторон. А четвертая оставляет снаружи. И будет ровненько. И прижиматься все будет друг к другу плотно. Еще и межвинцовым джусом, этим леном прокладывать. Там или мхом, если бы много будет. Зато здесь красотища. И главное, что никто не беспокоит. То есть, за сколько времени уже скоро год будет, как мы сюда впервые спошли. Не было признаков посещения нашего места. Да и так. Это вот бывает иногда, лодки пролетают мимо. Жужжаты моторами. Слышно там отдыхающую молодежь бывает. Ну, в основном рыбаки, конечно. А так, вы только посмотрите, зато какой пейзаж вокруг. Да, повешу здесь. На дереве, там где и было. Позапрошлый раз. Достаточно удачное место. Помните, у нас две лисы, две собаки попались. А последний раз только птички. Надо пеньки зацепить. Ну, дрова. Продолжение следует. Продолжение следует. так готовить сегодня будем шарлотку до яблочный пирог прошлый раз я еще сюда притащил вот такой вот противень из лачуги лачуги мы в нем запекали картошку с грибами и мне сразу родилась идейка сделать здесь какой-нибудь пирог вот сегодня будем делать почему его да потому что я с собой взял только яблоки и яйца сахар здесь есть мука здесь есть так что противень здесь есть и горячая печка которая готова принять этот противень вместе с нашим тестом и яблоками ну что потом с чаем вкусно покушать моем яблочки режем кто-то чистит яблоки я не чищу я вам только обычно вырезают эти каши яблоки да вкусно одно ставлю просто аксим так хорошо бы в противень конечно добавим сливочное масло но у меня сливочного нет то целая бутылка растительного в любом случае чтобы не пригорело масло придется добавить и разлить по всему противню хорошо смажем лучше вот так вот теперь делаем тесто это еще проще проще порезать яблоки да разбиваем яйца яйца у меня было 6 но одно не дожило до сегодня вечера поэтому будет 5 сахар сюда ну так я не знаю грамм стола наверное я добавил сахар и нужно взбить это дело сейчас мы возьмем лучше для этого ложечку просто элементарнейшим чем лучше я буду взбивать тем пышнее получится наш пирог и немного муки сюда тоже грамм стол ну вот и заливаем наш противень нашим тестом печка уже разогрелась так что мы не теряя времени отправим сейчас все это дело в нашу духовку так я все сгребух в сторону и уберу пирог минут 30 наверное все пока на виду порядок пока помою посуду котелок надо оставить здесь чистым 10 минут посмотрим что там дальний конец мне кажется подгорит надо его перевернуть готово немного неравномерно у меня получилось видимо перекос в печке видите тесто стекло в этот угол и здесь поднялось а там нет но на вкус я думал что это не повлияет экспериментальный пирог да снизу чуть чуть подгорело но это не беда сейчас горелую часть мы отделим и мне не терпится попробовать что там у меня получилось вот такой вот кусочек на вкус вкусно да друзья в общем две ошибки первое первое это все таки слишком горячая печка сразу видите начала один конец опаливать пришлось его вертеть постоянно за счет этого один бок не пропекался все равно слева с краю я его перенесу он становится с другой стороны не страшно я чуть-чуть угли подгреб поставил на угли начало снизу подгорать слишком жар большой надо прямо чтобы наверное вообще уже угли были остывшие и чисто за счет металлической печки как шкаф духовочный будет пропекать ну и второй косяк видите как оказался то что противень стоял неровно и тесто стекло в один край поэтому все получилось не как дома но так то мы все таки не дома в землянке сделать в землянке пирог из яблок в чаю очень даже вкусно ну а сегодняшний вечер я хочу провести без камеры просто спокойно в одиночестве расслабиться отдохнуть поваляться послушать аудиокнигу может быть еще искупаюсь в проруби но это уже по настроению по желанию доем кролика кролик кстати не доеден еще чуть остался доедать буду пирог завтра утром рвану обратно надеюсь то что нормально дойду по льду ну и собственно если в этот фильм вы смотрите значит я нормально дошел вот и в следующий раз будем сюда пробираться уже через лес я думаю что будет интересно тоже пройти новой дорогой последний раз через лес я ходил здесь в конце в конце ноября тогда уже опасно было лодку спускать уже берег подмораживал льдом ну а вам огромное спасибо за компанию подписывайтесь на канал ставьте колокольчик скоро выйдет совсем совсем скоро выйдет уже новый ролик я сейчас стараюсь вообще два раза в неделю выпускать если два раза в неделю выходит ролик значит все в порядке если нет значит где то я потерялся где то я застрял надолго в каком-то очередном походе подписывайтесь на мой инстаграм там обычно я публикую фотографии со съемок с походов со своих там иногда маленькие видеоролики попадают какие то анонсы будущих фильмов там же я всегда выкладываю расписание то есть когда какой ролик выйдет я тоже всегда стараюсь об этом говорить что подписывайтесь на инстаграм пока с вами был дима и подгоревшая шарлотка